Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и у нас сумасшедший четверг, который просто в одновременно нам дарит кучу событий. Сейчас у меня скачивается параллельно FIFA 21, но я не знаю, когда я найду на неё время. Только что я посмотрел жеребьёвку Лиги Чемпионов и в моём инстаграме по ссылке в описании можете узнать результаты Лиги Чемпионов. Но мы здесь, ребят, собрались для самого главного. Самого главного, потому что сейчас вышел новый трейлер NHL 21, который нам расскажет про новую карьеру в этой части NHL. И я в невероятном предвкушении, мы все с вами ждали, что же нам покажут, как же они обновят карьеру, неужели там будет что-то похожее на режим Хантера, ну или просто это будет как примерно в PES, когда куча катсцен, когда диалоги, когда ещё что-то. Короче, смотрим, друзья, я прям уже в предвкушении. Поставьте сразу лайк за такой вот скорый обзор вот этого трейлера для вас и приятного просмотра. Друзья, вы можете получать от спорта ещё больше удовольствия. Париматч перешёл на новую технологичную платформу. А в сетке нашего легального партнёра есть события по хоккею, футболу, баскету и, конечно, UFC. А также ещё куча различных спортивных событий. Новый, инновационный, удобный, а также быстрейший сервис находится по ссылке в закреплённом комментарии. Ну а ещё у париматч проходит горячая акция, и если ты зарегистрируешься, то получишь бонус 5000 рублей. Для этого тебе всего лишь нужно пройти верификацию полностью. Помни, количество бонусов ограничено, поэтому бегом прыгай по ссылочке в закреплённом комментарии, и главное помни, играй ответственно. Удачи! Мы сразу на той сцене появляемся, где вот мы видели эту раздевалку, и нас приветствуют, расскажут нам про изменения в режиме профи. Но мы знаем, что Овечкин Лигу изменил. Сможем ли мы такое влияние оказать на всю Лигу? Так, нам показали заставку, начальную заставку, где стоит вот этот парень, темнокожий парень. Я думаю, это стоит отметить, потому что современные тенденции никто не отменял, и здесь вот именно такой цвет. У героя выбрали цвет кожи, но да ладно, мы тут не про Black Lives Matter, мы просто смотрим на то, как оформлено. Оформлено красиво, и главной целью в режиме профит у нас становится стать звездой. Понятно. Смотрим дальше. То, интересно, стратегический подход, какой дебют у новичка, это комментаторы в любом спортивной карьере. Вот посмотрите, сколько крутых кат-сцен. Да, друзья, сколько классных кат-сцен, вот за этот маленький кусочек из трехминутного ролика мы с вами увидели. Вау, наконец-то в карьере будет что-то новое, это вообще что-то новое. За хрец знает сколько лет в НХЛ, и, естественно, мы с вами в полном, надеюсь, в таком же восторге, как и я, потому что, когда нам показывают вот выход команд, разговоры с тренером, эти голоса комментаторов, которые говорят о том, что вау, там, какой новичок делает прорыв в начале своей карьеры, возможно, вот этот агент где-то там на трибуне или в вип-ложи с нами общается, это круто. Это очень круто, смотрим дальше. Ну и, конечно, вы заметили, наверное, вот в раздевалочке, когда два хоккеиста сидят между тобой, разговаривают в холодильничек справа, где стоят бутылки Get-A-Rate, а мне тут недавно Муром Хоккей такую же бутылочку подогнал. Очень крутая вещь с таким вакуумом, понимаете, водичка не выливается, а просто когда нажимаешь, она брызгает. Вот, теперь я тоже в топе. Новую систему разговоров нам представляют, давайте посмотрим, что нам здесь покажут. В ходе нашей карьеры режима профи вас ждут сотни разговоров, тысячи разных вариантов ответа и, соответственно, результатов этих разговоров. Она готова с самого начала. Она может и хочет заслужить место в команде. Она, понимаете, она, значит, за девчонку тоже можно карьеру сделать. Вот помните, мы недавно про это с вами говорили, что это будет. Все разговоры будут влиять на три аспекта вашей карьеры. Команда, менеджмент и бренд. Вот, кстати, женский облик здесь справа в форме Каролины. В этих показателях будет зависеть отношение к вам на льду. Если согласитесь сходить отдохнуть с товарищами по команде, то их симпатия к вам вырастет, а вы будете чаще получать пасы на площадке. Можно похвастаться перед журналистами. Это поднимет узнаваемость вашего личного бренда, но может прийтись не по вкусу менеджменту. Вот так вот, даже такое будет. Вы должны будете взвешивать все варианты с учетом их влияния на карьеру. В зависимости от контекста беседы, вы сможете делать общение двух видов. Безопасное и звездное. Безопасное общение поможет вам немного налаживать связь с командой и менеджерами. Звездное же общение более рискованный и самоуверенный способ. Они помогут вам укрепить свой личный бренд, добиться выгодных рекламных контрактов. И мы сможем приобретать машины, спортзалы и даже дома. Такие покупки не просто предметы, а вы получаете очки особенностей. И это все делает из вас звезду. Вау! Вау! Как в любом случае вы можете здесь получить и блюсы, и минусы. Я думаю, здесь все понимают, что такое может быть с молодым игроком. Но действительно башню может снести и накупить себе всего, а как такового в Корее еще ничего не добился. Давайте подробнее, давайте вернемся. Вот этот раздел просто снес мне голову. Я не знаю, как вы там сидите на стуле, но я хочу показать вам кое-какие моменты, на которые я обратил внимание. Но для начала, конечно, давайте на покупках остановимся и обратите внимание. То есть, если кто-то из хоккеистов покупает себе, например, джип, то у него добавляется пассинг и спид к его показателям. Серьезно? Это имеет отношение? Я понимаю, там к уверенности какой-то. Больше уважения в коллективе. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А если мы купим какой-то красивый дом или квартиру, то у нас добавится плюс пять тысяч, например, подписчиков в соцсетях? Ну, это хорошо. Это еще логично, потому что больше фотографий ты себя где-то там фоткаешь, рассказываешь о себе. Но опять же, если ты медией занимаешься своей, чего сейчас многим хоккеистам не хватает, особенно у нас в КХЛ, но все-таки здесь более-менее логика есть. Но в остальном же понятно. Все разговоры, все диалоги, все наше поведение будет влиять на наши отношения с партнерами, с командой, на наш бренд. Это очень интересно, это очень круто, это все по-новому. И самое главное, вы сами выбираете, как ваш хоккеист будет действовать. То есть будет он зазнавшийся звездой молодой, либо он все-таки будет таким спокойным парнем и будет только выполнять свою работу. Как и в настоящей НХЛ, ваш профи должен будет реагировать на игровую ситуацию. Тренер может похлопать вас по плечу, пока вы сидите на скамейке. И даст вам задание, которое зависит от контекста цели. И он может попросить вас забить шайбу при численном преимуществе или задать тон уже в начале самой игры. Атакую ворота и выполняем мощные удары. Если вам удастся выполнить просьбу тренера, ваша звезда засияет ярче. И вы быстро окажетесь в первом звене для игры в большинстве. Вот, это тоже очень круто. Но здесь понятно, то есть задачи тренера, которые у нас раньше в карьере и были, они просто будут с новыми кат-ценами, не просто текстом выходить у вас где-то, а, естественно, будут обыгрываться каким-то образом. Ну и вы при этом будете расти. Так, дальше. Сезонные истории, сюжетные элементы вашей карьеры. От них зависят возникающие у вас разговоры и окружающие вас слухи. Вау, вот это, кстати, крутой момент. Смотрите, на фоне Замбони стоит наш игрок в мобильном телефоне. Естественно, что-то там делают. Вероятно, в конце года ему присудят Калдор Трофи. Вау, круто, круто, круто. Но это, да, цель. И, допустим, вы захотите начать свою карьеру в Европе. Вот об этом мы с вами знали, что в карьере это добавится. Кстати, стадион Давоса, к сожалению, не будет у нас в этом сезоне вообще Кубка Шпенглера настоящего. Не знаю, как в игре НХЛ. Если он будет в НХЛ, мы, естественно, с вами сыграем за Акбар с этот самый Кубок Шпенглера. Пожалуйста, я вас прошу, добавьте, несмотря на то, что не будет самого турнира, добавьте его в НХЛ. Он просто необходим вообще и вам, и нам, и нашим зрителям. И вашим, естественно, поклонникам. Так вот, в Европе мы можем начать. И от вас ждут, что вы забьете, например, 50 голов за сезон. Ну да, это много, как Овечкин. Такие истории будут заметно влиять на вашу карьеру профи. Ну, естественно, тут MVP наш герой становится. Потрясающий результат новичок теперь претендует на Cons My Trophy. Улучшение в стратегии, новая система разговоров, добавление сюжетных моментов. Кстати, прикольный, да, эпизод. Два игрока столкнулись между собой. Какие-то еще, возможно, конфликтные, понятные, ситуации. Но это дает переработанный режим профи 21 самым... Это делает переработанный режим 21 самым глубоким и реалистичным. Выходите и ощущайте лично, какова это НХЛ 21. Ну, вот так вот, друзья, это очень было круто. Но я сейчас вот по окончанию просмотра хочу вернуться к моменту. И, эй, вы серьезно? У нас то же самое награждение, что было в течение всей вот этой, вот этого поколения консолей. Вы действительно до сих пор не поменяли эту кат-цену? Еще раз, пожалуйста, вас прошу, поменяйте, сделайте другие кат-цены, когда награждение и кубок поднимают. Но это совсем не серьезно. Мы каждый год одно и то же видим. И сейчас вы в трейлер вставляете те же самые эпизоды. И это ненормально. В остальном же, друзья, я думаю, вы со мной разделяете. Это лучший трейлер за то время, что мы с вами смотрели. Это что-то новое. Это то, чего мы ждем. Это то, во что мы будем играть. Карьера на моем канале теперь точно будет. И, скорее всего, здесь на основном. И она будет полноценна. И, возможно, мы еще здесь ни разу нам не показали. Сыграем карьеру за Бакена. Бакен вернется. Потому что, если с вратарем, такие же истории можно проделывать. Это невероятно круто. Все, на этом заканчиваю. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал. Жмите в колокольчик. Там инстаграм еще мой есть. И телеграм-канал, где я с вами делюсь различными аудиозаписями. До скорых встреч и пока. Ждем НХЛ-21. Субтитры сделал DimaTorzok